Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Ольга Десятого и сегодня в программе. Убрать нельзя, ставить знак припинания поставлен, судьба решена. В Сочи приступили к сносу эллингов Green Hill 2. В Адлере изъят нелегальный алкоголь. В поле зрения комиссии попал частный дом на улице Просвещение. В Сочи приехали самые известные роботы мира. Бал роботов будет радовать жителей гостей города целый месяц. Сочи принимает чемпионат России по пляжному волейболу. Среди спортсменов участники лондонских Олимпийских игр. Королевским гонкам в Сочи почти готовы. В Москве прошло заседание Оргкомитета Формулы-1. Его провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак, который является главой Оргкомитета. В совещании принял участие губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он назначен правительством России заместителем руководителя Оргкомитета. Также в заседании приняли участие первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов и вице-губернатор Александр Саурин. На встрече обсуждали вопросы транспортной логистики, оказания медицинской помощи, организации питания во время соревнований. Александр Ткачев сообщил, что объект готов на 92%. Уже ввели в эксплуатацию медпункт, здание для размещения команд-участниц и вертолетную площадку. На самой же трассе уложили финальный слой асфальта. Специальное покрытие было разработано с учетом климата и географического положения Сочи. Ввод в эксплуатацию трассы для королевских гонок намечено 10 августа. А в конце месяца качество трека проверит Международная автомобильная федерация. Что касается временных трибун, на 30 тысяч мест их монтаж завершат до конца сентября. Участники Оргкомитета также обсудили транспортную логистику во время Формулы. Краснодарским краем сейчас прорабатывается вопрос о перевозке гостей пригородными поездами «Ласточка». Как и во время зимних Олимпийских игр, к проведению российского этапа Формулы-1 привлекут волонтеров. Задачи, которые были поставлены Дмитрием Николаевичем, это обеспечить подготовку и проведение соревнования на уровне не ниже, чем Олимпийские игры. Губернатор принимает личное активное участие в каждом из мероприятий. Мы заключаем сегодня контракт с российскими железными дорогами, который предусматривает использование 22 пар спаренных поездов, которые обеспечивают ту же транспортную логистику, которая имелась в период проведения Олимпийских игр. То есть вывоз не менее 1000 человек за 5 минут с любой точки, по которой подходит соответствующий дорожный состав. Гости, которые купили билеты на Формулу-1, смогут бесплатно доехать до соревнования и бесплатно вернуться обратно. Краснодарский край при подготовке к гонкам. Формула-1 обеспечивает строительство трассы и автодрома в целом. Также регион отвечает за транспорт, логистику, организацию питания и медицинское обеспечение. Медицинскую помощь в дни проведения соревнования будут оказывать в том числе и кубанские врачи. В гонкам создадут специальный медицинский центр с высокотехнологичным оборудованием. 13 и 14 пройдет тестовое соревнование. Этап чемпионата России по кольцевым гонкам. Официально трассу откроют 19 сентября. Накануне Владимир Путин подписал указ, по которому на один год под ограничение или запрет попадают ввоз в Россию отдельных видов сырья, сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские санкции Запада. Как решение президента отразится на АПК Края в своем микроблоге прокомментировал глава региона Александр Ткачев. Говорил с руководителями хозяйств по поводу указа президента запретить ввоз западной сельхозпродукции. В целом настрой оптимистичный. Кубанские аграрии получили мощный стимул, чтобы использовать весь свой потенциал. У нашего АПК сейчас отличный шанс усилиться, написал губернатор в своем микроблоге в Твиттере. Также Александр Ткачев подчеркнул, что одна Кубань, конечно, не обеспечит полное импортозамещение, но в масштабах страны это вполне реально. Под частичный запрет попадают сельхозпродукции и продовольствия из США, Канады, стран Евросоюза, Японии и других государств, которые ранее объявили о санкциях против России из-за событий на Украине. С Днем строителя сегодня поздравил лучших представителей отрасли губернатор Александр Ткачев. В Краснодарской филармонии прошел праздничный концерт. Глава региона вручил почетные грамоты и медали тем, кто в минувшем году внес большой вклад в развитие отрасли, которая по сути является локомотивом экономики всей Кубани. Наша многоликая армия строителей, несколько сот тысяч коллективов строителей индустрии, которые делают нашу Кубань красивее, которые делают наши города, наши станицы более комфортнее и благоустроеннее. Нам приятно, что на наших глазах меняются облики наших городов, наших станиц. Это и спортивное сооружение, это сооружение и здравоохранение, это объекты инфраструктуры, жилья. Недаром мы вторые по объемам ввода жилья, а по строймонтажным работам занимаем третью позицию в России. Мы даже себе представить не могли в 20 лет назад, что мы можем выйти на такие темпы. Очень искренне хочу поблагодарить вас за ваш самотверженный труд от всей Кубани, потому что без вас у нас нет не только настоящего, но нет и будущего. Сегодня Краснодарский край занимает второе место по строительству жилья, уступая лишь Московской области. На Кубани ежегодно сдается почти 4 миллиона квадратных метров готовых квартир. За первые пять месяцев этого года в регионе уже построили 1 миллион 600 тысяч квадратных метров. Строительная отрасль в регионе одна из самых динамично развивающихся дохода от нее – это пятая часть бюджета региона. И по прогнозам экспертов, в ближайшие 3-4 года этот сегмент экономики Кубани будет только расти. И к другим новостям. Зарегистрированные кандидаты на должность главы Сочи сегодня получили соответствующие удостоверения. Большой и важный этап избирательной кампании – регистрация кандидатов завершен. О своем выдвижении заявили семь человек. Два из них – Ишхан Закарян и Антон Кириченко сняли свои кандидатуры. Таким образом, избирательная комиссия Сочи зарегистрировала пять претендентов на кресло мэра. Это Алексей Бочкарев от ЛДПР, Игорь Васильев от КПРФ, Евгений Вербицкий от партии «За справедливость», Александр Зайченко от партии «Коммунисты России». Единую Россию на выборах будет представлять действующий мэр Сочи Анатолий Пахомов. Сегодня главу курорта пригласили на заседание комиссии городского избиркома, где ему вручили удостоверение кандидата на должность главы Сочи. «Зарегистрирован кандидатом на должность главы города Сочи на второй срок. Это для меня теперь двойная ответственность. Очень важный этап в дальнейшем. Если буду избран, уверен в том, что выполню все обязательства и наши горожане будут довольны моей работой». Следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Кандидаты смогут проводить встречи с избирателями и распространять листовки. А с 16 августа начнется предвыборная агитация в средствах массовой информации, которая завершится за сутки до дня голосования, которая, напомню, пройдет в Сочи 14 сентября. А сегодня избирательная комиссия уже занимается информированием жителей города о месте и дате проведения выборов в форме плакатов и специальных листовок. Участковая избирательная комиссия информирует избирателей о том, где находится помещение участковой избирательной комиссии и номер телефона, для того, чтобы избиратели могли связаться с избирательным участком и уточнить, есть ли они в списке избирателей или нет. Убрать нельзя оставить. Знак припинания поставлен. Судьба решена. В Сочи приступили к сносу эллингов «Гринхилл-2». Напомню, решение Хостинского суда о сносе кооператива лодочных ангаров на Малом Ахуне было передано судебным приставам еще два года назад. В марте прошлого года с береговой полосы убрали 38 лодочных ангаров. И теперь приставы приступили к исполнению еще порядка 30 судебных производств. Расстаться таким образом со своим имуществом придется 30 хозяевам. Накануне из четырехэтажного здания, возведенного, как решил Хостинский суд, незаконно, с вещами и слезами выходили около 10 человек. Некоторые снимали здесь жилье, как, например, Людмила Тарасова. Два месяца назад она переехала в Сочи с дочерью. О том, что новое жилье незаконное, она знала, но рассчитывала прожить здесь еще пару месяцев. «Был вынесено решение суда, что отменяли на полгода снос. А сегодня пришли и просто все разрушили. Нам предложили, зепост Иван Георгиевич, местный здесь, пожить у него, пока мы не приобретем билет и не уедем домой». Судебные приставы, в свою очередь, утверждают, что за несколько дней до исполнения производства они оповещали жителей, расклеивали объявления и не раз предлагали владельцам построек добровольно снести свои ангары. Иначе все расходы по исполнительному производству, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, сносом, вывозом строительного мусора, лягут на должников. Те, кто добровольно выполнил постановление суда – единицы. «Два ангара из 30 были демонтированы, не учитывая того, что у них еще боковые стены остались, то есть были перекрытия демонтированы, крыша. Это за счет самих?» «Да, в добровольном порядке, за счет владельцев. И производится демонтаж еще одного ангара, тоже в добровольном порядке. Ну, параллельно работа идет по принудительному исполнению решения суда». В ближайшее время такая же участь постигнет несколько незаконных объектов в районе Бытхи. Также судебные приставы планируют направить заявку на выделение федеральных средств, чтобы начать снос кафе «Каравелла» на набережной Сочи. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Адлере изъят нелегальный алкоголь. Обнаружили подпольный магазин в ходе совместного рейда адлерской полиции и районной администрации. В поле зрения комиссии попал один из частных домов на улице Просвещения. Во дворе дома его владелец организовал несанкционированную торговлю. Таким образом, были выявлены нарушения в сфере продажи алкогольной продукции. Весь алкоголь, а это более 500 литров, оказался контрафактным. Он был изъят и отправлен на экспертизу. Если эксперты признают его опасным для здоровья, будет возбуждено уголовное дело. А пока составлены административные материалы. В результате проведенного рейда количество составило изъятие водочной продукции 465 литров вина и 95 литров чачи. Соответственно, были привлечены к административной ответственности виновники данного факта. В пятницу воды не будет в Лазаревском районе. Причина – ремонт водоводов в пойме реки Детляшка. В 8 августа с 9.30 до 17.00 будет отключено водоснабжение абонентов на улицах Придорожная, Главная, Рязанская и Львовская. Также ограничения коснутся котельной на улице Рязанской. В эти выходные вся страна будет отмечать День физкультурника. В Сочи подготовка к нему уже началась. Сегодня Анатолий Пахомов встретился с ветеранами спорта. Глава курорта вручил им отличительные знаки, грамоты и благодарности. Продолжит Игорь Кырпа. В Сочи есть чем гордиться. Спорт на курорте всегда был в чести, а подготовка к Олимпиаде дала мощный толчок к его развитию. Открыта муниципальная спортивная школа по зимним видам спорта, где уже занимается 700 сочинских ребят. А во Всероссийском детском спортивном центре по инициативе главы Сочи выделено по полтысячи мест в секциях хоккея и фигурного катания именно для юных жителей нашего города. Всего на курорте функционируют 27 учреждений спортивной направленности. Общая численность занимающихся в спортшколах детей и подростков 17,5 тысяч. Это 40% от общего числа. На встречу с главой были приглашены 22 ветерана спорта. Это выдающиеся атлеты, тренеры и руководители спортивных школ. Все те, кто долгие годы развивает спорт на курорте. Глава не только поздравил гостей с наступающим праздником и вручил почетные грамоты и отличительные знаки, но и обсудил с ними, как дальше будет развиваться отрасль физической культуры на курорте. Для этого мы открываем новые спортивные школы и секции, совершенствуем их материально-техническую базу, развиваем массовый и дворовой спорт. Вот сейчас идет летние каникулы, вы же знаете, что летние площадки, да, мы их активизируем. Ирина Князева – тренер по теннису спортивной школы номер 9. Спортом занимается уже 55 лет. 35 работает с детьми. За долгие годы она взрастила сотни теннисистов. Отмечает, за последние годы спорт в Сочи действительно развивается всесторонне. В связи с тем, что мы провели Олимпиаду, и у нас новые виды спорта появились, зимние виды спорта, которых не было, а летние у нас традиционно сильные спортсмены в этих видах спорта – гимнастики, в теннисе, в волейболе, в баскетболе, борьба. Абсолютно все виды спорта развиты, и мы очень довольны, счастливы. Развита на курорте инфраструктура для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. На побережье ежегодно проходит несколько спартакеат для инвалидов. К слову, сочинская паралимпиада признана лучшей за всю историю зимних игр. А сегодня развитая инфраструктура поможет вырастить в Сочи новое поколение высококлассных спортсменов. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Завтра, 8 августа, в Сочи стартует бал роботов, который будет радовать жителей гостей города целый месяц. В Сочи приехали самые известные роботы мира. Сегодня в павильоне, который расположен в торговом центре Мори Молл, еще продолжается монтаж. Но журналистам уже показали несколько экспонатов выставки. Это и роботы, и последние достижения в робототехнике. В частности, уникальные 3D-очки, робот, который с легкостью может стать партнером по игре в настольный теннис. А вот этот малыш реагирует на ласковые прикосновения, машет хвостом и урчит. В Бале роботов примут участие более 30 образцов достижений в робототехнике со всего мира. А хедлайнером выбран Теспиан. Английский робот-гуманоид считается одним из самых современных и эмоциональных роботов в мире. Теспиан умеет общаться, копировать жесты, петь, танцевать, плакать и легко может рассмешить публику. Теспиан, какое сегодня число? Вы очень часто встаете сейчас. Он должен быть? 8,0.8.2014. Мне нужна временная обработка у Алдия потока. Я не туплю. Я не туплю. Более того, робот Теспиан даже может читать Шекспира, благодаря чему неоднократно играл в современных театральных постановках. И это еще не все, что ждет гостей выставки. Это не только выставка. У нас еще есть большая образовательная часть. У нас работает роболаборатория, где специалисты, инженеры будут рассказывать всем желающим о тех нюансах, которые существуют при проектировании роботов, при их, так скажем, производстве. Бал роботов стартует в Сочи завтра и продолжит свою работу ровно месяц. Добавлю, что в Сочи выставка приехала из Москвы. Там ее посетили более 150 тысяч человек. Сцены курортной жизни на стене. Так решили украсить свой микрорайон жители улицы Крымской на Мамайке. Эскиз картин граффити горожане разработали вместе с главным художником города и приступили к работе. Сейчас первый рисунок практически закончен. Пальмы, ротонды и отдыхающие у моря теперь запечатлены рядом с жилыми домами. Картину пишут в силуэтной манере графики. Цвета не случайные. Коричневый, песочный, бордовый или терракотовый – основные в рамках единого архитектурного облика курорта. Краска фасадная наиболее устойчивая к погодным условиям. Картина уже прошла испытание сильным ливнем и осталась целой. По словам художника Галины Бересневой, отдыхающие быстро оценили идею сочинцев. Гостям нравится смотреть не на пустынные стены, а на произведения уличного искусства. Единственное, я слышала, люди проходят и говорят, хорошо, конечно, только бы вандалы ничего не побортили. Но думаю, что если мы будем и так дальше украшать наш город, то у людей менталитет поменяется, и они будут более позитивные. Готовая картина на стене для большей прочности будет покрыта фасадным лаком. В планах художника и его единомышленников-горожан расписать такими картинами и другие объекты микрорайона Мамайка. Сюжетов, утвержденным муниципалитетом Эскезе, хватит не на одну стену. В Сочи открылась персональная выставка краснодарского художника Сергея Гелецкого. Экспозиция под названием «Настроение» размещена в арт-медиа-центре «Родина». Традиции русской реалистичной школы отражены в каждой работе мастера. С помощью масла и профессиональной руки Сергея Гелецкого на полотнах максимально точно отображена красота природы Краснодарского края и Крыма. Знакомые многим знаковые исторические и культурные объекты с помощью игры художника со светотенью становятся живыми картинками. На экспозиции можно увидеть колокол Херсонеса, необычные горы Бахчисарай и одинокую Ялтинскую скалу Парус, которая отделилась после землетрясения от мыса Лимен-Буру. Дело в том, что мы с женой очень любим путешествовать. И последние четыре года мы отдыхали в Крыму. Ну, естественно, это такой край солнечный, светлый и оставляет очень глубокую память. На выставке представлено около 30 работ. Над некоторыми образами Сергей Александрович работал в течение нескольких недель. А вот эти были созданы с натуры буквально за 40 минут. В основном, будучи лириком и романтиком, бывший сотрудник МЧС, пишет пейзажи и натюрморты. В поиске истины и совершенства мастер отображает и человека. Правда, портретов у Сергея Гелецкого в коллекции единицы. Работы краснодарского художника в Сочи представлены впервые. Причем это только третья по счету персональная выставка мастера. До этого картины выставлялись в Краснодаре и на международной выставке Биеннале. Я считаю, что это сам по себе художник очень необычный, очень интересный, такой фундаментальный. И мне приятно, что такие работы такого художника есть в нашем городе. Полюбоваться картинами жители и гости курорта смогут ежедневно с 10 до 17 часов, кроме понедельника в арт-медиа-центре «Родина». Выставка Сергея Гелецкого будет работать до 10 октября. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ. Дебют на большой сцене. В Сочи впервые пройдет сольный концерт молодого, но талантливого вилончелиста, сочинца Владислава Смирнова. 18-летний музыкант на сцене зала органной и камерной музыки представит классическую программу. Будет звучать бах, шуман и бранс. Каждая нота из-под смычка Владислава Смирнова калейдоскопом эмоций отражается в его движениях и на его лице. Владислав – виолончелист эмоциональный и, безусловно, талантливый. Хотя, когда он впервые взял в руки виолончели, о себе нередко слышал – посредственность. Тогда ему было 11, довольно поздно для того, чтобы осваивать новый инструмент. Сегодня 18, и вот уже первый большой сольный концерт. Я был тогда маленький, и для меня это как-то было без разницы, что там, как меня называют. Ну, понравилось мне виолончели, как она звучит, и решил пойти. Это было принято достаточно спонтанное решение. И, собственно, конечно, я не пожалел об этом. Это будет дебют со сложнейшей классической программой «Бах, Шуман, Брамс». Более того, на сцене в одной мелодии соединятся «Юность» в лице Владислава и «Опыт». Это пианист Сурен Вартанян. Вместе они сыграют фантастические пьесы Шумана и сонату Брамса. Во время репетиций с Владом я зачастую забываю, что он ровесник моих студентов. Мы общаемся практически на равных, как два партнера. И, ну, действительно, с огромным удовольствием работаю с этим человеком. Одаренный, талантливый, и что больше всего мне нравится, у него очень высокая планка требований к себе, к своему профессиональному уровню. Сегодня Владислав еще продолжает учиться в музыкальном колледже имени Шопена в Москве. Параллельно играет в юношеском оркестре. Солистов путем жесткого отбора два года назад по всей стране собрал знаменитый Юрий Башмет. В составе оркестра Владислав уже играл в пяти городах России, Швейцарии, Бельгии, Германии. Впереди Америка, Англия и Франция. Но до этого ему еще предстоит блистать на первом в своей карьере сольном концерте. Цирковые артисты пройдут по главной аллее Ривьеры. 8 августа 32 лучших артиста королевского цирка Гии Эрадзе лично поздравят жителей и гостей города-курорта с 95-летием российского цирка. Торжественная кавалькада откроется у центрального входа в парк в 18 часов эстрадно-цирковым блоком Бразилия с участием мадагаскарских лемуров. Затем под зажигательные карнавальные ритмы артисты цирка пройдут по центральной аллее парка до Сочинского дельфинария, где покажут мини-представления. Далее праздничный кортеж проследует к площадке с аттракционами, где зрителей ждет еще один номер от королевского цирка Гии Эрадзе. Во время праздничной кавалькады все гости парка «Ривьера» получат брошюры с информацией об истории российского цирка. Напомню, начало 8 августа в 18 часов. Сочи принимает чемпионат России по пляжному волейболу. Финальные игры проходят на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спорт-Ин». Побороться за призовые места приехали команды практически со всех регионов России. И среди спортсменов есть игроки, которые принимали участие в лондонских летних олимпийских играх. На первых матчах побывала Татьяна Нагорская. Одними из первых на площадку вышли игроки московских клубов. Дуэт Дмитрия Барсука в недалеком прошлом звезда сборной России по пляжному волейболу и Юрия Богатова представил волейбольный центр Московской области. Уже в середине первого тайма счет показывал, что их соперникам из центра спортивной подготовки Сморчкову и Соломонову надеяться на победу в этой игре не стоит. В итоге желтые обыграли белых со счетом 1-0. Нам надо было просто в свою игру сыграть, почувствовать ветер, все, песок. Поэтому мы старались на максимум. Так легко давно не получилось. Теперь еще с кем-то предстоит вам сразиться? Если наша пара выиграла, у нас три пары из клуба. Если наши выиграют, то мы со своими будем играть в дерби. Для нашего клуба финал чемпионата России самое важное соревнование, поэтому здесь очень важно занять хорошие хотя бы медали. На призовые места в чемпионате рассчитывают все игроки, а их около сотни. В основной сетке женского турнира сыграют 16 команд. У мужчин за победу поборются 32 пары. До сучинского финала прошли два этапа чемпионата России в Анапе и в Москве. Так что здесь у сетки встретятся лучшие, среди которых латыш Мартин Шплавинш. Он играет за команду «Витязь». В России все время у меня хорошо везет, хорошо играю. Потому что в этом году в Анапе на опене я выиграл золото. Перед этим тоже чемпионат России выигрывал. Кубок России. Насколько я понимаю, важные соревнования для всех в России. Поэтому Семенов искал с кем играть. Я рад, что пригласил меня. Я рад быть здесь. Кстати, чемпионат России по пляжному волейболу в Сочи последний раз проходил в 2009. Затем на протяжении пяти лет этот турнир принимали в Анапе, Владивостоке и Москве. За это время курорт изменился до неузнаваемости, отмечают организаторы. Очень приятно здесь участвовать. В соревнованиях спортсменам уже много отзывов получили. У нас еще принимают участие иностранные спортсмены, которые также были здесь давно. И очень сильно удивлены. Они приятно удивлены. Победители чемпионата России определятся 10 августа. Команды, занявшие первые восемь мест, получат путевку на Кубок России, который пройдет в Анапе с 4 по 7 сентября. А победитель турнира еще и неплохое денежное вознаграждение. Помимо этого, чемпионат позволяет пополнить командам копилку рейтинговых очков, которые помогут им на других соревнованиях. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ. В художественном музее сегодня открылась выставка-ярмарка «Блеск самоцветов». Ее организатор – объединение «Мир камня» из Санкт-Петербурга. Выставка продлится до 10 августа включительно. На этот раз акцент сделан на авторские работы. Продолжит Елена Овсецина. Организаторы сразу же предупреждают. Выставка небольшая. Но те ювелиры, которые приехали в августе в Сочи, привезли самые интересные работы. Неповторимые украшения из натурального камня всегда любимы сочинцами. Поэтому выставочное объединение «Мир камня» из Петербурга 2-3 раза в год бывает в нашем городе и вновь с новыми коллекционными образцами. Сейчас очень модно использовать нетрадиционные камни, непривычные для изделий ювелирных. Например, есть камни, изделия с метеоритами, либо кристаллы необработанные. Каждая женщина, наверное, сама чувствует, что ей одевать. Но я считаю, что камень он всегда украсит. Это может быть и маленький камень, и крупный, который привлекает на себя весь акцент гардероба. Здесь новинки ювелирной моды. Недорогой, но драгоценный камень из Бразилии празиолит с каждым годом становится все более актуальным. Сейчас очень часто стали встречаться в ювелирных украшениях в питерских современных камушках празиолит. Он зеленого цвета. Оттенки от месторождения, от температуры он дает всякие разные. От светлого до темного. Празиолит используется как в женских украшениях, так и в мужских. Причем на выставке можно купить не только сами изделия, но и выбрать из россыпи свой камень. Из него, по желанию, можно выполнить любое украшение под заказ. Кроме золота и серебра, а также бижутерии, представлены сувениры из природного камня селенит. Такое название он получил в честь богини луны Селены. Сувенирный камень имеет лунный блеск и считается хранителем семейного очага. Выставка блеск самоцветов работает до 10 августа включительно. Всех неравнодушных к турмалинам, топазам, аквамаринам, опалам ждут каждый день с 10 до 18 часов в Сочинском художественном музее. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова